В республике прошел третий форум некоммерческих организаций. НКО в правительстве региона называют движущей силой развития Чувашии. Кому помогают общественники и какие проекты находят поддержку, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. За круглым столом обладатели грантов президента России. Федерации фитнес-аэробики продвигают здоровый и подвижный образ жизни. Получив поддержку, спортсмены начали проводить утренние зарядки в школах. Гимнастика с профессионалами привлекает учеников. Но главная задача проекта, чтобы дети болели меньше. Благодаря поддержке российского детского фонда в республике действует и школьная лига по волейболу. Грант выиграли, разыграли. 16 тысяч детишек участвовало в течение 4,5 месяцев. И мы с вами подводили итоги. Вот вы со всеми призерами фотографии на поле. Как сборная? Работаем. Победители? Есть победители хорошие. Представители НКО оказывают поддержку и людям с ограниченными возможностями. Молодой предприниматель из Чебоксар намерен начать серийный выпуск инвалидных колясок с электроприводом. Выезжаю на этой коляске, захожу в гараж или там где он у меня хранится, беру, ставлю, зацепляю и поехал. Это совсем другое состояние и другие скорости, ощущения. В чем нуждаетесь? Вот у нас здесь Владимир Александрович, тоже доктор, профессор технических наук. Надо найти еще хорошего предпринимателя. И эти идеи через разработки должны на самом деле появиться на рынке. Чувашскому национальному конгрессу гранты помогли провести праздник Агаду и на Байкале, и в Крыму. В этих регионах проживают немало уроженцев республики. В среде НКО увеличивается и количество поисковых отрядов. В общественной организации ВЕДА предлагают провести раскопки в Заволжье на месте дислокации 95-го стрелкового полка. На форуме мы выразили благодарность главе Чувашской республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву за помощь, оказанную поисковым отрядом Чувашии, молодежи, которая позволила привлечь дополнительно молодежь для изучения военной истории нашего Отечества. Нам бы хотелось иметь свой собственный музей поискового движения, где бы мы могли размещать экспонаты. В этом году в конкурсе фонда грантов президента победили сразу 10 организаций республики. Впереди второй этап. Его итоги подведут на этой неделе. Михаил Игнатьев отметил, что НКО реализует проекты, приносящие пользу людям. Занимаемся в нашей общей совместной деятельности над вопросами повышения качества жизни. Президент России Владимир Владимирович Путин в своем указе номер 204 от мая текущего года поставил перед нами стратегические задачи. А самое главное, все вы в этом зале поменяли роль пассивных наблюдателей на ответственное отношение к окружающему миру. И возможность реализовать свои собственные идеи и проекты. И когда отношения выстраиваются на принципах уважения и доверия, конечно, люди в вас верят. И вот очень такой хороший слоган и на чувашском, и на русском языке. Сейчас в республике действуют свыше тысячи некоммерческих организаций. Поддержка НКО увеличивается каждый год. Только размер гранта от президента достигает миллиона рублей. Но эффект от реализации проектов деньгами не измеришь. Большинство общественных активистов стремятся изменить жизнь к лучшему. У нас будет отдельная секция по развитию территорий, по развитию сельских территорий, по развитию малых городов. Мы будем обсуждать, как развивать малые территории за счет тех ресурсов, которые есть на этой территории. Сейчас очень многие, как общественные деятели, говорят о том, что необходимо действительно межсекторальное взаимодействие. То есть мы правительственные организации, масс-медиа, СМИ, социально-ориентированный бизнес должен сегодня услышать нас, для того, чтобы мы могли действительно сообщать, действовать и активировать вот этот капитал человеческий в нашей республике. В ближайшее время в республике намерены создать и центр НКО. Это инициатива руководителей организаций. Предложения, озвученные на форуме, лягут в основу стратегии развития региона. Дмитрий Ковалев, Алина Сусметова и Андрей Шоклев. Республика.